всем доброе утро благодарю всех что откликнулись на наш на мой вчерашний первый эфир написали очень много слов поддержки вот я вижу уже появились первые товарищи по счастью и сегодня я продолжу свой разговор об оздоровительной методике цигун но учитывая что сегодня 22 апреля день рождения ленина поэтому я не буду вас обременять словами сложными непонятными и поэтому постараюсь сегодня поговорить немножко о наших родителях а тех кого мы должны сегодня больше всего беречь и в своих постах пока в фейсбуке я еще не освоила площадку вконтакте я пишу о том что старайтесь сейчас когда вы звоните своим родителям не можете к ним приехать или внуки звонят им включать марш чтобы им это было привычно и вот один из маршей вы сейчас услышите а почему марш почему не цигун а потому что им это привычнее эта музыка их вдохновляла когда-то эта музыка и нас вдохновляла поколение 70 у на школе были конкурсы строевой песни а для чего сейчас нужно маршировать мы синхронизируем наше дыхание и движение то же самое мы делаем цигуне то есть мы маршируем у нас идет баланс правого и левого полушария правой и левой руки при этом мы продавливаем нашу стопу и тем самым стимулируем весь наш организм потому что проекция всего организма по китайской медицине эта проекция вся находится на нашей стопе что еще необходимо на период изоляции чтобы было у вас и ваших родителей это такого типа мячики или могут быть коврики кузнецова для чего это нужно опять таки чтобы босой ногой продавливаясь пяточки на носок мы стимулировали всю нашу поверхность очень важно сейчас возвращаться все время к самому себе а как мы это можем делать мы это можем делать только какой-то техникой самомассажа мы берем варежку или другую может быть вязаная мочалка которая твердая и начинаем такой же массаж тела в душе таким образом мы возвращаем себя к себе мы любим свое тело мы понимаем что единственный шанс у нас сейчас пережить эту пандемию это укрепить наше тело а для а как мы его сейчас можем укреплять мы можем его укреплять именно своим спокойствием поэтому я сейчас выключаю бодрящий марш и перехожу в другой методике которая тоже синхронизирует движение движение дыхание правая левая по ушаре и готовит нас к тому чтобы мы очень хорошо пережили этот сложный и новый для нас период а теперь как бы вернемся к самой методике цикун что это такое само название цикун переводится как ци это энергия гун это движение но любой иероглиф китайской и японской рукописи он имеет все таки другое название другое значение но близко к тому что я вам сказала то есть дословно можно перевести движение энергии а если более правильным языком прочитать иероглиф я восстанавливаю свое дыхание сейчас я привожу в движение руки я успокаиваюсь я замедляюсь то есть это осознанное дыхание в движении можно еще сказать что это двигательная медитация а для чего мы это делаем для того чтобы вперед глубокого напряжения и перенапряжение и стресса мы могли все-таки имели способность расслабиться для того чтобы нам понять как себя чувствовать стоя расслабленными я предлагаю тоже чтобы дом у вас был такой хороший резиновый шар на которой гимнастический его высота должна быть тоже определенной высоты то есть сидя на нем у вас должно быть все тело в виде стульчика 90 90 колени 90 и 100 по 90 этот немаловат вот но и сейчас я думаю что не у всех есть такая возможность его приобрести но пусть она он у вас будет потому что за тем же компьютером в те минуты когда вам нужно переключиться лучше если вы сядете на мяч такие круговые движения помогут вам и продавить всю ягодичную область которая застаивается когда мы сидите ну и расслабить таз для того чтобы функционировали нормально все внутренние органы вот но для чего цигунистам нужен шар для того чтобы когда мы встаем в стойку цигуна мы как раз это ощущение шарок на котором только что сидели мы его как бы оставляем между ну как будто мы вот свободно поднялись и присели на этот не видно невидимый шар для чего это нужно для того чтобы опять у нас выровнялся весь позвоночник вот у нас солнце макушка эта макушка плавно переходит в шею весь позвоночный столб копчик мы подворачиваем лобок у нас тянется вперед колени нас согнуты вся нагрузка пока идет на переднюю поверхность бедер стопы у нас растают чтобы поймать поймать это равновесие опять-таки вернуться к нашим пожилым родителям вот самый лучший подарок на 9 мая это будут с палки для нардической ходьбы для чего они в домашних условиях домашних условиях для того чтобы вам тоже понять вот это состояние расслабления стоя и в покое то есть у вас появляется дополнительная точка опоры руки меня видите не не зажимают палки то есть это вот как если представить марионеток куклы марионетки то есть у нас опять сон макушка тянется к солнцу стопы у нас растают колени согнуты и теперь у нас все тело расслаблено и вот когда мы ловим вот это состояние такого полного релакса а вместе с тем мы стоим у нас даже так пока вода передняя поверхность бедер который обычно напрягается она у нас расслабляется также для пожилых очень важно это упражнение потому что она синхронизирует вдох и выдох движение напряжение и расслабление то есть вот в таком состоянии спокойного движения они могут и дышать и шагать при этом у них все тело расслаблено потому что у нас есть замечательные три точки опоры наши руки наши стопы и макушка невидимой нитью соединена солнышком и все это проходит у нас через тело вот это для того чтобы нам понять что такое состояние расслабления когда мы когда мы стоим для того чтобы нам продолжить дальше занятия я предлагаю все таки наверное просмотреть те эфиры которые были уже на фейсбуке потому что я там показывала уже технику прохлопывания вот но для того чтобы еще нам понять что такое и в чем суть оздоровительной гимнастики цигун как раз я остановлюсь на концентрации внимания то есть тот момент когда мы концентрируемся на середине ладоней да это тоже известная очень активная точка и у нас есть точка на четыре пальца ниже пупка ну я сейчас буду называть это просто точка внизу живота и вот когда мы кладем наши руки на тут не видно невидимый шар до в этой позе дерево которое самое известное в этой методике у нас соединяется как будто треугольником вот эти точки точки середины кистей и точка на четыре пальца ниже пупка и вот казалось бы в этом состоянии первоначально у вас будет ощущение напряжения в плечах локтях а потом это все пройдет потому что вы научитесь расслабляться от одного ощущения что как будто вот ваши руки они лежат на этом плотном теплом солнечном шаре вы видели только что у меня зеленый шар сейчас представьте солнечный вот если соединять это все еще с визуальными какими-то с визуализацией и и золотого шара и теплого и солнечного шара у вас и получится то двигательная медитация которая нам кажется что она сложна но на самом деле все очень просто просто в этот момент нам нужно концентрироваться на каких-то вещах тем самым отпуская себя от автоматических мыслей которых просто пулеметом в нашей голове спокойно дышать ощущать вот эту связь с землей через стопы из вселенной через эту ниточку и макушку ну вот наверное на сегодня все это вот о позе дерева в цигуне той важной позе которая заставляет нас расслабиться а в следующий раз я остановлюсь уже на других упражнениях для того чтобы мы смогли достойно пережить этот период пандемии как когда-то наши родители пережили и революцию и великую отечественную войну и у нас уже есть бесценный опыт наших поколений поэтому бережем наших родителей дарим им скандинавские палки а я еще про швабру забыла швабра тоже хороший инструмент для того чтобы разработать боковые поверхности грудной клетки всего доброго и жду вас завтра также в 12 часов приходите